В Казахстане женский бокс назван одним из самых динамично развивающихся олимпийских видов спорта. В составе национальной сборной нашей страны уже есть олимпийский призер и неоднократные чемпионы мира. Здравствуйте, меня зовут Артем Петров, вы смотрите программу Олимп. И сегодня мы вместе с вами окунемся в мир женского бокса. Субтитры создавал DimaTorzok Кто бы мог подумать, что сегодня представительницы прекрасного пола, хранительницы очага, милые и хрупкие создания будут с удовольствием колотить по груши, тренировать выносливость и силу удара. Женский бокс развивается с молниеносной скоростью во всем мире, в том числе и в Казахстане. В 2009 году женский бокс официально признали и включили в число олимпийских видов спорта. С тех пор в секциях по боксу от девушек, как говорится, отбоя нет. В нашей стране желающих подправить макияж соперницы на ринге уже тысячи. Причем, несмотря на скептические прогнозы спортивных экспертов, этот вид единоборств оказался вполне зрелищным и уже полюбился миллионам болельщикам. Специалисты признают, девушкам удалось привнести в грубый и жесткий бокс красоту и грациозность. Женщины боксируют технично. Конечно, по физической подготовке уступают мужчинам, но по технике, по тактике, по скорости практически уже начинают догонять. В некоторых весовых категориях они довольно-таки привечно выступают. Просто женщины, они более эмоциональны, более такие яркие, там где-то свои эмоции проявляют. Мужчина не всегда их покажет. А женщин, наверное, этим не интересен женский бокс, что там больше эмоций от них мы видим, когда они боксируют. Для нас все делают, все условия нам создали. У нас в команде врач есть, психолог есть, допустим, массажист. Ну, все условия для тренировок, для восстановления. Так что теперь все зависит от нас, как мы подготовим, как мы подойдем к этим соревнованиям. А мы сейчас делаем все для этого, чтобы завоевать лицензии максимально и выступить удачно на Олимпиаде. С каждым годом Казахстан постоянно улучшает свои позиции в мировом боксе. У нас пока, конечно, небольшие результаты, но это только пока. Я не могу сказать, что в женском боксе есть лидеры. Все девушки боксируют примерно на одном уровне. Шанс есть у каждого. Мы видим, как нас поддерживает вся страна. И мы сделаем все, чтобы показать лучший результат. В 2012-м на Олимпиаде в Лондоне наша спортсменка Марина Вольнова завоевала бронзовую медаль. На игры в Рио-де-Жанейро поедут две представительницы уже далеко не слабого пола из Казахстана. К тому же есть надежда, что на следующих Олимпийских играх в Токио в женском боксе добавят еще две весовые категории – 54 и 64 килограмма. Вот тогда-то нокаутеров с косичками и панчеров с маникюром станет по-настоящему много. А я напомню, вы смотрели программу «Олимп». Не пропускайте новые выпуски в эфире телеканала 24КЗ. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин